Здравствуйте, дорогие девушки! Сегодня выпуск посвящен имиджевым задачам. Что же это такое? Вы вообще когда-нибудь задумывались, вот когда вы выбираете помаду, или когда вы выбираете укладку, или сумочку, к какому стилю подходит эта сумочка, или подходит ли к этой одежде эта помада, и укладку, меняете ли вы укладку в зависимости от того, какое у вас платье, или костюм, куда вы идете, и относительно вашего лица. Или вы просто вот как раньше это делали, а раньше это когда? Когда мы были молодые и юные, и нам в принципе, даже если что-то было не очень правильно с точки зрения пропорции, или по цвету, или макияж может быть какой-то был трэшовый, а-ля диско, и раньше это было здорово и красиво, потому что просто мы были молодыми. А сейчас что? Вот вам исполнилось 50 лет, и вы по-прежнему носите ту же укладку, вы по-прежнему делаете старый макияж, и вы по-прежнему выбираете ту юбочку, которая идеально была хороша лет 30 назад. Вот имиджевая задача – очень важный инструмент, который нам нужен для того, чтобы выглядеть очень хорошо, свежо и молодо, потому что есть тренды, которые устаревшие, и если мы их применяем на себя каждый день, то в итоге мы создаём образ женщины, а мы не хотим ими быть, мы чаще хотим быть девочками, потому что я ещё в душе очень молодая, и вообще у меня ещё всё впереди, и вообще я озорная, и действительно я не спорю, но при этом бывает так, что некоторые женщины делают или себе образ девочки, как будто бы я в 50, но всё равно мне 18, или образ сексуальной дивы, ну и что, что мне 50, а у меня ещё всё хорошо, я достаточно сексуальная, поэтому у меня короткая юбка, вот такой вот каблук, и платформа типа а-ля стрипы, обувь, глубокое декольте, яркая помада, и возможно какие-то белокурые, длинные волосы, обязательно покрашенные. Вот есть ощущение, что вот если я в таком сексуальном образе, то я ещё-ещё ого-го, и на самом деле бывает, что это смотрится очень комично, уж извините, если я кого-то задела, но я бы хотела немножечко разобрать вот эти вот понятия имиджевые, и многие из нас боятся стать женщинами, предпочитают как раз прятаться за образ или девочки, или сексуальные дивы, или бывает так, что превращаемся из девочки в бабушку, а где вот этот вот возраст, самый шикарный, когда нам 50 лет, и мы выглядим молодыми и красивыми женщинами, не девочкой, не суперсексидивой, агрессивного вида и так далее, где мы роскошные, расслабленные, которые чувствуют прекрасно своё тело, которые понимают свою сексуальность, которые выглядят ухоженно, даже с морщинками, вот где эти женщины? А это мы с вами. Просто нужно немножечко пересмотреть одежду, стиль одежды, цветовую палитру, знать свой цветоколорит, выбрать укладку, которая будет современная, меняются тренды по силуэтам, по укладкам, по цвету волос, по окрашиванию, перестаньте делать вот этот триколор, оранжевое, чёрное и жёлтое, это было модно аж 30 лет назад. И, конечно же, макияж. Макияж – это вишенка на торте, он всё-таки дополняет, поэтому можно жить в образе красивой молодой женщины, современной, выбирать современные силуэты, одежды, обуви и, конечно же, аксессуаров. И вот самое главное, что даёт такой моложавый вид, это красивая укладка современная и обувь современная тоже, да, это важно. Иначе, если у вас сделан красивый макияж, у вас ухоженные волосы, кстати, тоже это важный параметр, не все смотрят за состоянием волос, то есть по привычке делаю химию, по привычке делаю окрашивание, как сто лет назад, при этом волосы могли устать от этих бесконечных процедур, которые выжигают пигмент волоса, и в итоге они получаются именно как бы такого качества, как рыхлые. И вот этот лоск, он пропадает, поэтому волосы, конечно, нужно пересмотреть, отношение к волосам, я имею в виду, это домашний уход, и сделайте более актуальную стрижку на ту длину, которая есть. Если вам нравится, пожалуйста, если у вас длинные волосы, носите длинные волосы, но только пускай они будут роскошные, красивого цвета, блестящие. Если вы любите короткую стрижку, замечательно, сделайте короткую стрижку, но просто более современного силуэта и укладки. Укладочных средств море, всяких пловек море. Все это можно научиться делать самостоятельно, дома, и при этом затрачивать немного времени. Ну и, как я сказала, обувь. Обувь имеет огромное значение, и есть очень много современной стильной обуви, в которой удобно. Вы представляете, в ней реально удобно. Это не обязательно, что это будет какая-то обувь, которую вы, может быть, видите где-нибудь на подиуме или на молодых девчонках, и думаете, ну как в этом можно ходить. А вот и не надо. Для нас, женщин, есть шикарная обувь, которая и современная, и стильная, и самое главное, что вы можете себе позволить любую высоту, у каблука. Удобно с точки зрения, если есть какие-то там изменения в стопе. Но при этом, вот именно обувь и укладка могут сделать ваш образ намного моложе. И когда говорим о молодости, речь не идет о том, чтобы нам в свои 50 выглядеть на 25 или на 15 лет, да, согласитесь. Достаточно, если я буду выглядеть, но хотя бы на свой возраст. А если еще чуть моложе, вообще великолепно. То есть, очень часто бывает так, что мы стесняемся своего возраста. Не в том плане, что я боюсь, сколько сказать мне лет. Хотя, это тоже есть такая особенность, да, у женщин, что я не скажу, сколько мне лет, это секрет. Ну, то есть, зачем, кому, ну, какой смысл, я имею в виду. Лучше, как раз, может быть, не бояться своего возраста, но как раз правильно использовать все вот эти наши красоты, начиная от головы и заканчивая обувью, да, которые как раз и создадут вот этот стильный, современный образ красивой женщины. вот ухоженность, это красивые волосы, это аккуратные ногти, это не обязательно какой-то яркий цвет, можно все, что угодно. Просто ухоженность, она будет как раз выглядеть в том, что это лоск волос, кожи, причем морщин, могут быть, да, и от них мы никуда не денемся. это естественный процесс, поэтому нам не надо стесняться нашего естественного процесса, то, что мы меняемся, но то, что мы можем сохранить или как раз преподнести наши возрастные изменения очень ловко, умело, и так, чтобы это выглядело, я бы сказала, сочно, вот это все в наших руках. Затрат для этого много нужно? Нет, просто нужно понимание, что, зачем и почему, как ухаживать за волосами, что я делаю не так, почему они такие, как правильно окрашивать, опять же, дать рекомендации, или образец своему парикмахеру, сказать, можно мне сделать вот так вот, или найти уже того специалиста, который сделает вам современное окрашивание. Это одежда, которая не требует тоже каких-то огромных вложений, это понимание стиля, что с чем сочетать. Ну и обувь пересмотрите, потому что то, что удобно и старомодно, это некрасиво, а можно же нам все вместе сочетать и удобство, и красоту, и при этом, чтобы это все подходило нам с учетом наших внешних данных. А это нужно как раз понимать свои особенности цветоколорита, потому что для каждой женщины есть свои потрясающие принты в одежде, фактуры, украшения. Если мы все это правильно, со вкусом, тут нужно применить интеллект. То есть, это не то, что, ой, ну вам-то все идет. Нет, вот если вы видите женщин, которые выглядят в свои 50, 60 или 80 лет роскошно, у нее просто есть знания, которые она грамотно применяет для себя, поэтому в свои годы она выглядит очень хорошо. И это должна знать каждая женщина. Поэтому воспитываем и изучаем эстетику, изучаем себя, пробуем новое. Все новое дает больше энергии. Мы таким образом выглядим более драйвово, если говорить на современном языке молодежи. Драйвово – это значит женщина с энергией. Так вот, когда мы правильно подходим к своей фактуре, то у нас прибавляется вот этот вот огонь. Нам хочется больше общаться, нам хочется больше ездить, то есть мы выглядим лучше. И таким образом внутри есть вот это состояние, как будто да я еще хороша, да я еще молода, но при этом мы не создаем комичный образ девочки с женщиной-взрослой с детской челочкой или с какими-нибудь там розовыми перламутровыми помадами или с какими-то детскими сумочками, обувью и так далее. Вот это все очень сильно работает или на украшение вашей фактуры, ваши 50+, или наоборот, на контрасте мы можем свою фактуру сделать не такой красивой, не такой интересной, более того, более увядающей. Так что, девушки, давайте не будем бояться сколько нам лета. Говорить это с гордостью, но при этом изучать себя. Вот такие у меня сегодня рекомендации для вас, пересмотрите, у вас есть достоинства, они никуда не пропадают, мы просто немного меняемся, поэтому нам нужно изменить некоторые свои привычки с точки зрения эстетики и красоты своей внешности на новые, которые также будут хорошо подчеркивать наши достоинства, а не делать акцент на недостатки. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok